Примерно 252 миллиона лет назад в биосфере Земли был нанесен сокрушительный удар. В течение крайне непродолжительного по геологическим меркам времени вымерло почти 96% морской фауны и около 70% сухопутных позвоночных животных, а также примерно 83% насекомых. Причины этой катастрофы до сих пор достоверно неизвестны. Каковы бы они ни были, жуткая трагедия не уничтожила жизнь на нашей планете, напротив, она обозначила рождение новой эры. Так началась эпоха расцвета самых известных древних чудовищ – динозавров. Великое Пермское вымирание стало вехой, отметившей начало Мезозоя. Новая эра в геологической истории Земли. Она началась примерно 252 миллиона лет назад и продлилась около 186 миллионов лет. Это было время, когда наша планета активно менялась, постепенно приобретая современный облик. Самым важным тектоническим процессом этой эпохи стало разделение единого сверхконтинента Пангеи. Сперва на два крупных массива суши, известных как Лавразия и Гондвана, а затем на привычные нам материки. Возникновение множества обособленных территорий, разделенных морями и проливами, создало условия для появления независимых экосистем и дало толчок к развитию новых эволюционных приспособлений. С точки зрения климата, Мезозой в среднем был самой теплой эрой за все время существования многоклеточной жизни. На всем его протяжении, даже в полярных областях, отсутствовал устойчивый ледяной покров. Тем не менее, периодически температура падала, заставляя животный и растительный мир приспосабливаться к новым условиям. Мезозойская эра делится на три периода. Первый из которых называется Триасом. Он начался примерно 252 миллиона лет назад и продлился около 51 миллиона лет. В это время глубинные процессы в недрах Земли только начали разламывать Пангею на части. Так что практически весь период суперконтинента оставался цельным. В Триасе завершил свое образование Уральский хребет, один из древнейших горных массивов, сохранившихся до наших дней. В то время это были молодые и сравнительно высокие горы. Климат этого периода был относительно сухим и жарким, что привело к образованию множества пустын и уменьшению площади внутренних водоемов. Большую часть Триаса содержание кислорода в воздухе составляло около 10-15%. Однако примерно 215 миллионов лет назад его уровень резко подскочил до 19%. Причины этого явления достоверно неизвестны, однако предполагается, что оно может быть связано с эволюцией и распространением некоторых видов водных или наземных растений. Подавляющую часть растительной массы в то время составляли древние семенные папоротники. Однако постепенно их начали вытеснять более прогрессивные группы. Например, среди них были саговники, гинго и древние хвойны. Многие из этих отрядов сохранились до наших дней, однако существенно потеряли в разнообразии. Тем временем морская жизнь развивалась по собственному пути. Опустевшие после Пермской катастрофы океаны постепенно заселили черепахи и костистые рыбы. А нишу крупных хищников заняли первые представители отряда ихтиозавров. Позднее они станут самыми приспособленными к водной среде рептилиями, но в Триасе эти животные были еще довольно примитивными. В качестве примера можно привести цимбоспондила, жившего в период с 240 до 210 миллионов лет назад. Данный гигантский морской ящер достигал в длину от 6 до 10 метров, и питался преимущественно рыбой. Этот впечатляющий зверь имел длинное узкое тело, примерно половину которого занимал гибкий хвост. Также у него была крупная голова и вытянутая заостренная морда с множеством мелких и острых зубов. Конечности цимбоспондила выглядели как ласты, однако, скорее всего, он использовал их только для стабилизации положения тела в водном пространстве. Строение скелета ящера позволяет предположить, что он плавал волнообразно изгибаясь всем телом и в целом был довольно неуклюжим. Наиболее же характерными представителями наземной фауны этого времени были архозавры – древние предки динозавров, крокодиломорфов и птиц, а также множество других групп животных. К середине периода из древних архозавров выделились первые динозавры, однако впереди их ждала долгая и упорная борьба за выживание. Лишь к концу Триаса, после резкого увеличения в размерах, которое совпало по времени с ростом концентрации кислорода в атмосфере, динозавры начали шаг за шагом утверждать свое господство в биосфере Земли. Образы ужасных ящеров знакомы практически каждому современному человеку. Про них сняты десятки фильмов и написаны тысячи книг. При этом на их фоне меркнут другие, не менее важные и интересные животные этого периода. Например, маленький зверек Олигокифус, который жил в позднем Триасе приблизительно 200 миллионов лет назад. Это небольшое и юркое существо относится к циодонтам – древним животным, которые отличались от млекопитающих лишь несколькими малозаметными чертами. Олигокифус имел стройное гибкое тело длиной около 50 сантиметров. Был покрыт мехом и внешним видом напоминал ласку. Это было травоядное теплокровное животное, широко распространенное на территории современной Северной Америки, а также Европы и Китая. Хотя достоверно неизвестно, имелась ли олигокифуса сумка на животе, строение его скелета позволяет предположить крайне малый размер детенышей, что характерно для современных сумчатых. Вдобавок к этому, высока вероятность того, что эти животные выкармливали потомство молоком. Кроме того, предполагается, что олигокифусы рыли норы и обустраивали в них укрытия, а также заботились о детенышах, что может служить свидетельством сравнительно высокого интеллекта. К сожалению, эти зверьки вымерли в начале юрского периода, предположительно из-за сокращения кормовой базы. Тем не менее, они остаются наиболее древними животными, максимально похожими на современных млекопитающих. Конец триасового периода знаменовался массовым триасово-юрским вымиранием. С лица Земли исчезло множество видов земноводных, часть архозавров и других рептилий, а также многие отряды растений. Среди возможных причин катастрофы называют вулканическую активность, изменение уровня мирового океана и резкую смену климата. В любом случае, это вымирание освободило множество экологических ниш, позволив динозаврам ещё сильнее укрепить свои позиции на эволюционной арене Земли. Следующий период мезозойской эры называется юрским. Он начался приблизительно 201 миллион лет назад и закончился около 145 миллионов лет назад, продлившись таким образом примерно 56 миллионов лет. Это было время масштабных тектонических сдвигов и преобразований. Именно в юрском периоде суперконтинент Пангея окончательно раскололся на несколько участков суши, разделённых мелководными морями. Если взглянуть на карту Земли того времени, то к концу периода уже можно различить очертания некоторых современных материков, хотя расположены они будут в совершенно непривычных местах. Обособленность новых континентов друг от друга привела к формированию изолированных биосистем, поэтому животные растения, распространённые на одном из материков, могли полностью отсутствовать на другом. Большую часть периода климат Земли был жарким и влажным. Однако ближе к его концу наблюдалось сравнительно непродолжительное похолодание. Огромные просторы суши занимали тропические леса, состоящие в основном из саговников – голосеменных растений, внешне похожих на пальмы. Кроме того, были широко распространены хвойные деревья, напоминающие своим видом современные кипарисы и сосны. На суше тем временем началась эпоха расцвета динозавров. Они демонстрировали невероятное разнообразие и занимали большинство экологических ниш, доминируя практически в каждой. Среди них можно было встретить как небольших ящеров размером с кошку, так и настоящих гигантов. В юрском периоде широко распространились внешне похожие друг на друга травоядные динозавры – зауроподы, к которым относятся брахиозавры, бронтозавры и диплодоки, а также другие группы. Крупнейшие из них – титанозавры – достигали в длину 25-30 метров, а их масса могла превышать 75 тонн. Необычной особенностью зауроподов был так называемый крестцовый мозг – расширение в задней части позвоночника, которое гипотетически могло содержать в 20 раз больше нервной ткани, чем головной мозг. В настоящее время считается, что крестцовая полость, скорее всего, была заполнена гликогеновым телом, которое являлось источником дополнительного питания для нервной системы гигантского ящера. Тем временем в тени динозавров продолжали развиваться другие группы животных, такие как млекопитающие и присмыкающиеся, а также членистоногие. В океанах в этот период широко распространились двустворчатые моллюски, подобные современным, а доминирующими хищниками стали разнообразные водные ящеры – ихтиозавры и плеозавры. Если сравнить офтальмозавра, жившего в середине и конце юрского периода с более древним цембоспондилом, может быть трудно поверить, что эти животные являются родственниками. Предок – цембоспондил. Существовал 240-210 миллионов лет назад. Длина – 6-10 метров. Вытянутое тело и голова. Плохо приспособлен к водной среде. Потомок – офтальмозавра. Существовал 165-145 миллионов лет назад. Длина – до 6 метров. Обтекаемое тело – вертикальный хвост. Хорошо приспособлен к водной среде. Этот водный ящер имел дельфиноподобное тело с изящным и мощным вертикальным хвостом в форме полумесяца. Предполагается, что он дышал атмосферным воздухом, при этом мог проводить под водой около 20 минут, развивать скорость более 7 км в час и нырять на глубину порядка 600 метров. Строение зубов офтальмозавра позволяет сделать вывод, что его основной пищей были моллюски, в том числе кальмары. Другой примечательной чертой внешности этого животного являлись глаза. Их диаметр составлял около 10 сантиметров, а кольцо из костяных пластин защищало их от повреждений. Предполагается, что офтальмозавр хорошо видел в темноте, что позволяло ему охотиться на большой глубине, куда не заплывали более крупные хищные ящеры. Последний период мезозойской эры называется меловым. Он начался 145 миллионов лет назад и продлился примерно 79 миллионов лет, став таким образом самым длительным этапом мезозоя. В течение всего мела продолжался распад материков. Индия отделилась от Африки и начала неторопливое движение в сторону Азии, постепенно пересекая Индийский океан. Южная Америка тоже откололась и передвинулась к западу. В итоге к концу периода очертания Африки, Австралии и Гренландии, а также Северной и Южной Америки стали похожи на современные, в то время как Европа и Азия только начали обретать свои границы. Климат мелового периода был сравнительно прохладным. В период от 100 до 85 миллионов лет назад средняя температура немного повышалась, а затем вновь началось похолодание, которое продлилось вплоть до конца эры. Именно в это время жили тираннозавры и трицератопсы – самые известные динозавры и настоящие символы мезозоя. Однако гораздо важнее то, что как раз в меловом периоде широко распространились покрытосеменные растения – сперва деревья, а затем и травы. Образуя дерн, они укрепляли почвенный слой и делали его более плодородным, а питательные семена стали кормовой базой для множества видов. Это событие послужило эволюционным толчком для увеличения разнообразия млекопитающих и в меньшей мере некоторых травоядных динозавров. Поэтому, несмотря на тотальное господство рептилий во всех экологических нишах, млекопитающие продолжали развиваться. Их разнообразие постепенно росло. Их к концу периода можно было выделить отдельные группы, например, копытных, насекомоядных, хищных и приматов. Одним из крупнейших млекопитающих мелового периода был репиномам, живший примерно 125 миллионов лет назад. Длина его тела достигала 1 метра, а вес составляла 12 до 14 килограммов. Внешне это существо предположительно напоминало современного тасманийского дьявола. Судя по строению зубов, репиномам был хищником, однако его конечности были короткими и неуклюжими, так что не исключено, что зверек не брезговал падалью. Кроме того, существует любопытная находка – скелет репиномама с останками небольшого динозавра в районе живота. Она может служить свидетельством того, что некоторые млекопитающие этого периода могли охотиться на мелкие виды динозавров, таких как пситокозавры и архернитаидосы. Тем временем в морях долгое время доминировали крупные плавающие ящеры – ихтиозавры, плезиозавры и мозозавры. Однако примерно 90-95 миллионов лет назад их численность существенно сократилась в результате так называемого «сеномано-туронского вымирания», связанного с резким понижением концентрации кислорода в океане. Одной из возможных причин называют повышенную подводную вулканическую активность. Конец мелового периода был, пожалуй, самым холодным этапом мезозоя. Всё живое старалось приспособиться к неотвратимо понижающейся температуре. Не стали исключением и динозавры. Около 70 миллионов лет назад на территории северной части современной Аляски, за полярным кругом, обитал удивительный ящер – нанукзавра. Являясь дальним родственником чудовищного гиганта Терекса, этот динозавр напоминал его внешне, однако имел гораздо более скромные размеры. Длина тела нанукзавра составляла порядка 6 метров, а масса всего лишь около тонны, то есть примерно 8-9 раз меньше, чем у королевского тираннозавра. Предполагается, что подобное уменьшение габаритов могло быть связано с дефицитом пищи. Вынужденный выживать в суровых условиях Крайнего Севера среди снежных полей под покровом полярной ночи, этот динозавр приобрел ряд необычных приспособлений. В первую очередь он, вероятно, был теплокровным, причем метаболизм ящера отличался довольно высокой скоростью, примерно как у современных птиц. Во-вторых, нанукзавр имел многослойный пухоперьевой покров, позволяющий сохранять тепло в жестокие северные морозы. Из этого следует, что данный северный ящер, скорее всего, являлся активным и быстрым хищником. Однако в условиях полярной ночи традиционные способы выслеживания добычи не так эффективны, поэтому нанукзавр, вероятно, имел хорошо развитое обоняние и чувствительное ночное зрение. Эти предположения подтверждаются особенностями строения его черепа. Лето в северных широтах было коротким и прохладным, поэтому для нормального развития детенышей яйцам требовался дополнительный приток тепла. Предполагается, что нанукзавра, как и другие северные динозавра, высиживали свои кладки, а также проявляли заботу о потомстве. Исследование найденных останков показывает, что данный вид имел сравнительно большой объем мозга, а значит, потенциально не уступал интеллектам большинству современных птиц. К сожалению, все эти приспособления не спасли нанукзавра от исчезновения. Примерно 66 миллионов лет назад массовое мелпалиогеновое вымирание стерло с лица Земли всех нептичьих динозавров, морских ящеров и птерозавров, а также множество других существ. Тем не менее, ужасные ящеры оставили свой важный след в истории нашей планеты, а освободившиеся после них экологические ниши быстро заняли птицы и млекопитающие, дав начало новой эре – кайнозою. Его высшим созданием стало уникальное существо под названием Homo sapiens, самовольно провозгласившее себя царем природы. Его путь еще продолжается, и куда он приведет, покажет лишь время. Друзья, если вам есть что сказать по этому поводу, не стесняйтесь оставить свое мнение в комментариях. Ваша поддержка очень важна для нас, ведь создание подобных выпусков требует много времени и усилий. Подписывайтесь на канал, чтобы оставаться с Космо, и ставьте палец вверх, чтобы новый увлекательный ролик вышел как можно быстрее. И услышимся! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!